Девушки отдыхают 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 И еще одна вера, и еще одна вероятность. Не знаю, чтобы видеть так много молодых, которые живут на феде вместе. В общем, я начинал верить две лет назад. Почему? После этого, я начинал верить. Что случилось в этой конфессии? Скажи мне что-то. Я чувствовал, я чувствовал, я чувствовал. И, поэтому, это было университет из экспериментов. И мы предложили это, и мы решили, что-то, и посмотрим, что-то. В Кануа, в педе, в автобусе, в Диоцесе Верона, для этого ГМГ, дали фуку на своя creatивіта и организовали разные модулы для достижения Лисбона. В Кануа, в педе, в автобусе, где-то в Педе, в педе, в переходе, в Педе и в педе, в веренном Pret hartе, в педе, в педе, в педе. Мы начали с Сан-Тиаго и Вероня, мы ходили на Финнистерре, ну, где-то, по-на-финни-до-ынке, Педе и по-педе, мы размешали в педе, мы в педе и с Портор, в педе. Как-то, это 50-ти километри, в тему-то, трупными работами. Продолжение следует... Дом Петро и Дон Риккардо и и и и идти на него, как и мы должны идти, перейти, простыми и инерция, но сталкивается, выходом и идти на двигатель, мы могли бы пить время и вкусить каждый раз и каждый километр. В конце концов, у нас было место о Целе и Терра-Ази как измахни, как мы, как мы, мы были связаны с кончилами с кем и Терра-Ази И мы делаем, что нам очень было оттекать, но всегда с глазами, потому что мы знали, где мы должны были вверх, и мы знали, что в ладо было Дио. И каждый день мы живем с Дио вне зоны. У нас есть фотография, которая из Петро, который скрывается с балькой, в нашей дне, у нас, в последнее, у нас было много-десерт и у нас, в принципе, реализация, в том, что в конце, Петро, который риск, который риск, который риск, который висит 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 висит. И это вот что мы сделали, идем в дороге, и приехали сюда, с пониманием, что мы были, может быть, стынки, уничтожены, но с полной и речкой, что Дио сняли до сегодняшнего дня. И потом, в ходе из Лисбона, кто-то пытался на Виае, на Виае Делакана, на веру и прощей автуре, руководителем Дон Клаудо Тумоло и Дон Никола Мораттелло. Виае, на Виае, на Виае, на Тагуе, в портоге Тегио, где мы, наши ребята, нашим ребятам обнаружили о том, 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 о том. Это было очень красиво, impeгнительно, но когда мне вопрос, я всегда говорю, что это было просто удачное, потому что, когда я был в воду, это не как идти в автобус или в воду. Когда я предложила, я немного титубантливый, в начале, но потом я не думаю, что я не думал, и я обещал сразу, потому что я не знал, что не было никакой экспериментированности, видеть мир из-за другой стороны, из-за фьюма, и потом это было очень здорово, также потому что у нас были две канои, поэтому было очень красиво быть подготовленными и помогать, и идти впервые вместе в этом направлении. Мне понравилось видеть Португалу, также из-за города, в Лисбоне, То есть поиски более умилы, более смыслов, с постройками. У пейсового ступения, коллинар. Это было просто красиво. Поехали также, чтобы посетить некоторые стены, прямо из-за канала, к конкурсу. И было очень красиво, как мне, поисковый путь. Потому что, конечно, это было очень весело. И потом, как говорили, рассказывали, и поделали. И также очень счастливая группа. Это было первое время, как я иду в кануа. И это было первое время, когда я учился на GMG. Я помню, что это были такие моменты тяжелые, особенно в начале, потому что мы были салены на кануа, поэтому мы получили потихоньку, чтобы подготовиться и пагаять хорошо, потому что, особенно в первые дни, мы были очень планы, потому что мы были на диге, и мы были вверху. Программа, которые были противно. Программа, чтобы атаковать коллеты. И после того, чтобы мы тут пригласили немногорекцию. И связи на сайте, чтобы мы салены более активно. Но еще более. Программа и старая компания �леты и при этом в целом, с большей группой серии, вычислили. Была прекрасная гемминг. Это первое, что я делаю, и это было хорошо, потому что я смогу встретиться с новыми людьми, но также видеть, попробовать идти на фьюме вместе с людьми, сорваться всегда с людьми. И еще были моменты в которых мы смогли улучшить наши пауры, например, по-другому, потому что многие люди были боясь, чтобы улучшить наши пауры, поэтому это был момент для того, чтобы улучшить наши пауры, потому что, по-другому, чтобы улучшить наши пауры, чтобы улучшить наши пауры. На новой новости для ГМГ из-за этого года были их 18-летни, у группы ребят и ребят на их первой первой Модели Георгиев, которые, начи в автобусе до Верона, сделали разные этапы, на первой Мадрид, потом в Авеля и, наконец, в Лисбона. Они встретили много людей, которые были знакомы, как и дети в многих странах, и они понимают, что это было быно вместе с учетом, с радостью и даже с проживанием. Мы очень рады, и мы учили, что есть больше счастье в даре и в даре, чем в даре. Все, что мне сказали, были самые сложные вещи, как, например, было бы красиво гирать по городу и видеть большинство людей из других стран, и, собственно, что мы все-таки были вместе, не смотрели почти все молодые, которые могут верить в Иисус, Я думаю, что это красиво, это очень красиво. Многие люди, которые ходят по городу, которые, если ты мечтал, они уничтожатся, даже если ты не знаешь. Это действительно это бело для ГМГ, чтобы найти семьи в каждой человек, который я встретил. И что, в самом деле, мне больше не было в этом ГМГ, как и другие мои друзья, это было бы, что мы получили тапа за тапа, в каждом месте, в котором мы остановились, но, в общем-то, мы получили семейство, что мы могли построить, с тем, с моими людьми, но также с другими автобусами и других пакетчиков, но особенно с тем, с тем, с тем, с другими людьми, что мы встретили национальные страны, языка или на родную жизнь. И быть, чтобы остановиться и скрыть две слова, или просто говорить что-то, мы могли построить эту семью, и думаю, что это было бы, что это было бы, на ГМГ. 18-летний, пак канон, пак пиеди и остальные наши дети, и остальные, они достигают Лисбона в пулман. У нас очень много, браво, и автисты, которые, с прудем, они ведутся. Та их, даже, у нас есть свежие, кто? И, мальчик, Монс. Кристиану Фальхетто. Львово насчет из-за пассива, который мне знакомит, а кто меня знает, который меняет, который меняет всегда. И потом, как и есть ситуация, то есть, что мой друг другая мой 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 спронт, и мне сказали, что перескали все необходимые все необходимые для получения, чтобы получить патент. И потом, в году году, мы будем учить, в 32-минавиатике, 16 пульман, каждый с 2-минавиатике, на Деньги Модиальных Геов. И так было. И мы говорим на сегодняшний день, со стихи, 31, по-моему, коллеги, что для них это не просто невероятное, чтобы у них быть в группе отстей, и мы можем сказать, что если есть у нас, что в связи с учебниками, что в этом году мы очень участвовали, я учусь, я встретил их, я встретил некоторые, я учусь, я учусь, я учусь, я учусь, я учусь, но мы же делаем такие же, мы тоже делаем, но мы же делаем вместе с другими коллегами отстей. И я вижу в эти дни, и я срочный, от их отзывания, в виду между ними, что они не обращают, не за это, но за нормой жизни, это вопрос, и это позволяет, и счастливее, и наши прерывы, и также, какие-то, как они были вместе. Я благодарна в 1909, в 1909, в Санте-Аго-де-Компостела, в году в школу, в семинар, Поехали в Кистоково в 1991, Денвер в 1993, Париж в 1997, в Маниле в 1995, и потом я закрыла свою экспертизу в ГМГ с Рома в 2000. Ретрости в этом году, очень волнувшись, в другую ГМГ, мне кажется, что было в истории, когда я был этими ребятами, и мне кажется, что есть большие отличия, но также очень много возможностей, с теми, что я смотрю, что я смотрю, что я смотрю, что я смотрю здесь сидя. Я зовут Беатриче Чиман, я 23 лет, я из Сорга, в городе Верона, и я, в первом году, в Магистрае в Ингене, в студии Трент, и, в этом году, это моя первая ГМГ. Именно, и мне попросили, как начну, я признаю это пол, и я запросал, поворотно, как это помидори, и Корректор, как это помидори, я возрастал, который подвечился до предприятия, , противника и поженивается, и обращался вrazоком, и привознавался, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Ну и что, что мне致илоило, сегодня на самом деле, мы спросим от желающей, то есть оно и наше время, и я думаю, что это так, конечно, перед МГ, и это самое, я вижу сегодня, которые я увидел, и я увидел, наверное, ultрое время, а не увидел, и это, конечно, что я прийду за всю жизнь, то нужно заниматься над другом и самым, и жить вместе с семьей. Вы создаваете именно ту атмосферу, где ты можешь с Дью и с Дью, и ты сейчас, с днем, в твоем глубине, потому что с днем ты не можешь улучшить, потому что ты не можешь улучшить, не можешь улучшить и рисовать. И мне это рада, что не было, чтобы не ожидать, Это будет последний день твоего витра для сделать, но не обладно. И если есть возможность, если ты смеешь, он не мог счастливать кто-то. И, наконец, после того места, это Лисбона. Субтитры создавал DimaTorzok Casa Verona è una casa, semplicemente in una parrocchia nella quale sono ospitati diversi giovani, qui attorno c'è una scuola, c'è una caserma di pompieri dove dormono diversi ragazzi e ragazze, al centro c'è questo spazio, piccolo spazio dove abbiamo messo una cucina, una piccola infermeria con dei medici che supportano anche le fatiche di questi giorni e dove chiunque vuol venire trova una porta aperta giorno e notte perché essendo lontani da casa, essendoci sempre tanti problemi, uno perde i documenti, uno ha bisogno di qualche cosa, qui trova sempre una casa. C'è anche una cucina perché la cucina fa casa, allora ogni tanto rimettiamo qui insieme tutti i responsabili degli autobus, i preti e le persone che hanno veramente bisogno. Noi come chiesa siamo chiamati a fare casa, non c'è niente da fare, dobbiamo costruire relazioni, con questi ragazzi dobbiamo entrare in empatia, devono conoscerci, dobbiamo conoscerci anche tra generazioni diverse e lo stare insieme, il mangiare insieme, il condividere un momento di difficoltà, le sentirsi accolte, sentirsi amati diventa il modo con cui si entra in empatia con la chiesa. Non è più possibile pensare a degli incontri mordi e fuggi con i giovani di oggi, hanno bisogno di essere ascoltati, accompagnati, avvicinati, hanno bisogno di condividere un attratto della loro vita, di esprimersi. Ecco, la GMG ha fatto questo perché mette insieme tanti giovani, ma noi con Casa Verona abbiamo dato un segno perché questi giovani possono trovare sempre uno spazio dove c'è qualcuno che si prende cura di loro. I giorni a Lisbona si sono svolti tra catechesi il mattino e visite alla città. Immancabile la festa degli italiani presso il passegio marittimo de Anglès, un appuntamento di ogni GMG promosso dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile e dedicato a tutti i pellegrini provenienti dalla nostra penisola. Maria si alzò e andò in fretta. È questo il tema del messaggio del Santo Padre ai giovani in occasione della 37esima giornata mondiale della gioventù, un tema che mette al centro la figura della Madonna, al centro anche della catechesi tenuta dal Vescovo della Chiesa di Verona, Suo Eccellenza Monsignor Domenico Pompili, nella chiesa dove c'era Casa Verona, la chiesa di Nostra Signora della Natività. Ci troviamo nella parrocchia dei figli di Don Calabria alla periferia di Lisbona e qui siamo per un momento di incontro con i più di mille giovani veronesi che si ritrovano a questa GMG. Mi colpisce della loro presenza due caratteristiche. Da un lato lo sguardo aperto. Sono giovani adolescenti che si ritrovano insieme e hanno lo sguardo dilatato di chi sta vivendo un momento che non avrebbe mai immaginato. E poi, anche oltre allo sguardo dilatato, la capacità di attenzione, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, perché nei momenti di incontro, di catechesi e anche di preghiera, c'è una grande capacità di essere in silenzio e di vivere questa dimensione di apertura. Penso che queste due caratteristiche fanno di questi giovani persone che sapranno prendere in mano la propria vita e fare qualcosa di significativo per sé e per gli altri. In questi giorni qua stiamo vivendo molte catechesi, soprattutto stamattina stiamo vivendo molto molto interessante, che è la preghiera del fratello sul fratello, dove alcuni giovani si sono messi a disposizione della pastorale e accolgono gli altri giovani della nostra diocesi, altri diocesi che sono qui presenti ed eseguono una preghiera che viene richiesta da questi ragazzi qua e si mettono a disposizione. È un momento molto tosto e l'abbiamo già fatto a Saragozza ed è stato molto emozionante, soprattutto perché ci sono molte persone che si aprono e si aprono a me, agli altri e sono sconosciuti anche come persone. Immancabile anche per questa GMG la Via Crucis con il Papa nel Parco Edoardo VII con l'iconica e suggestiva scenografia sullo sfondo del grande palco azzurro. Un bagno di folla per Papa Francesco, un'occasione per parlare ai giovani di sofferenza ma anche di speranza. E nella vita, per riuscire nelle cose devi allenarti nel cammino, anche se alcune volte non abbiamo voglia di camminare, non abbiamo voglia di fare sforzi, non abbiamo voglia di fare gli esami perché non abbiamo voglia di studiare. Non so se ad alcuni di voi piace il calcio, a me mi piace molto. Dietro un gol, cosa c'è? Molto allenamento. Dietro un risultato, cosa c'è? Molto allenamento. E nella vita non sempre si può fare quello che desideriamo. Ma dobbiamo seguire la vocazione che abbiamo dentro di noi. Ma dobbiamo camminare. Non devo rimanere caduto e devo allenarmi nel cammino se voglio riuscire. E tutto questo è possibile non perché abbiamo fatto dei corsi sul cammino. Non esiste nessun corso per insegnarci a camminare nella vita. Si apprende, si apprende dai genitori, dai nonni, dagli amici, tenendosi nella mano mutualmente. Nella vita si impara e questo è l'allenamento del cammino. Io vi lascio con questa idea. Camminare e se cadiamo alziamoci, camminiamo con una meta, alleniamoci tutti i giorni della vita. Nella vita niente è gratis. Tutto si paga. Solo una cosa è gratis. L'amore di Gesù. Amare è rischioso, ha detto il Papa, ma bisogna correre il rischio. Vale la pena e lui ci accompagna in questo. Sempre ci accompagna e ha accompagnato tutti questi giovani nel lungo cammino che dopo la via Crucis li ha portati al parco del Tegio, nel campo della Grazia. 90 ettari invasi da oltre un milione e mezzo di giovani provenienti da ogni parte del mondo. Sono Silas Marimo, da Zimbabwe. Sono Tobias Shumba, da Zimbabwe. Siamo quasi 100, da Zimbabwe. 5 di noi sono volontari. Hola a tutti, io sono Maria Gesù, vengo da Sevilla. Hola, io sono Javier e vengo da Valladolid, del nord di Spagna. Sono Kim Jong-Sok, Michael, sono da Corea. Sono in la GMG, con un gruppo di giovani di tutta l'Espagna. Siamo un gruppo di francescani. Siamo un gruppo di 200 giovani, più o meno. Mi nome è Aladino Ortiz, della Repubblica Dominicana. E qui anche i nostri giovani, i giovani della Diocesi di Verona, sono arrivati e hanno vissuto un'esperienza indimenticabile. Che dire, giornata intensissima, faticosa, sia fisicamente che mentalmente, possiamo dire. Però colpisce molto pensare che siamo in un posto in cui ci sono migliaia di nazioni diverse, migliaia di culture diverse, migliaia di personalità diverse, ma che si trovano riunite tutte sotto l'unico vessillo, che è il vessillo della nostra religione. Come diceva Mattia, questo senso di comunità, di spirito di unione, di comunione, è proprio come la nostra chiesa è cattolica, è universale, quindi il senso di universalità che coinvolge tutti i popoli di diverse nazionalità, diverse origini, culture, che ci porta a stare uniti nel nome della fede. E quello che mi ha colpito in questi giorni di GMG è tutte le conoscenze che si riescono a fare in questo bellissimo posto. È anche bello vedere la gioia degli altri ragazzi messa in un contesto così, ecco. Ora che siamo giovani è l'occasione perfetta per metterci in gioco adesso che possiamo appunto farlo e vivere esperienze che penso che se non con la GMG sia impossibile viverle e quindi sono stra-casata io in realtà. Fatica, musica, condivisione, preghiera ed una notte stellata per l'attesa veglia con Papa Francesco che a braccio ha parlato di allegria. L'allegria è missionaria, li ha spronati a camminare con costanza, ad allenarsi per questo cammino e a rialzarsi, perché ciò che importa non è cadere, ma non restare caduti. Quindi bisogna rialzarsi e farsi aiutare. È l'unica volta, ha detto, in cui è lecito guardare una persona dall'alto in basso. È per aiutarla a rialzarsi. Una distesa di giovani e il silenzio durante la veglia con il Papa, il raccoglimento, la preghiera, un'atmosfera che rimarrà nei cuori di tutti. In questa GMG inizialmente ci sono venute un po' a fatica, poi sono stati una decina di giorni con alti e bassi. Anche oggi, magari nell'arrivo, abbiamo fatto molta fatica, però ci sta, almeno una volta nella vita, da provare. Noi tre abbiamo avuto l'occasione di vedere il Papa, ieri, dopo la via Crucis, quando è uscito ed è stato veramente molto bello, in mezzo a tantissime persone da tutto il mondo, è stato proprio bello, perché dicevamo tutti un'unica cosa, cioè Francesco, è stato molto bello. Ci hanno chiesto un po' qual è stato il momento, uno dei momenti più importanti, e secondo me è una cosa fondamentale che c'è stata in questi giorni, che mi ha colpito molto, è stata la condivisione di veramente qualsiasi cosa, condivisione di un paio di calzini per stasera, un pochino più pesanti per il freddo, condivisione di pacchetti di caramelle, delle patatine, condivisione anche dell'acqua, che magari in alcuni momenti mancava, quindi c'era qualcuno che rimaneva senza, ed è stata un pochino la base di questi giorni che ha accumunato un pochino tutti. Per me invece la cosa che mi ha colpito davvero tanto è stato durante le varie catechesi che abbiamo fatto nei giorni precedenti alla veglia, e in pratica si tratta della preghiera del fratello, della sorella, che quindi ci si raduna in piccoli gruppetti e a occhi chiuse in silenzio si prega tutti insieme abbracciati o dandosi le mani, e questo è davvero tanto bello perché vuol dire che senza parole riesci comunque a condividere qualcosa con l'altro, e a sentirti un fratello o una sorella con persone che magari non si sono mai viste e non si conoscono. A chiudere ufficialmente la giornata mondiale della gioventù, la solenne Santa Messa, sempre nel Parco del Tejo, Papa Francesco, nel corso della sua omelia, si è soffermato su tre elementi principali, la luce, il saper ascoltare e il non avere paura. A voi giovani che coltivate sogni grandi, ma che spesso possono essere offuscati dal timore di non vederli realizzati, a voi giovani che a volte pensate di non farcela, di non essere capaci, a voi giovani tentati in questo tempo di scoraggiarvi, di giudicarvi inadeguati o di nascondere il dolore mascherandolo con un sorriso, a voi giovani che volete cambiare il mondo, ed è una cosa bella cambiare il mondo, e che lottate per la giustizia e per la pace, a voi giovani che ci mettete impegno e fantasia, ma vi sembra che non basti, a voi giovani di cui la Chiesa e il mondo hanno bisogno come la terra della pioggia, a voi giovani che siete il presente e il futuro. Sì, proprio a voi giovani, Gesù dice non temete. Da qui l'invito, anzi, due. E alla fine c'è un momento che tutti aspettano, l'annuncio della prossima tappa di questo cammino. Però prima di questo, quale sarà la sede della 38esima giornata mondiale della gioventù, desidero fare un invito. L'invito è al 2025 a Roma per celebrare insieme il giubileo dei giovani. Per cui vi aspetto a Roma nel 2025 per celebrare insieme il giubileo dei giovani. E la prossima giornata mondiale della gioventù si svolgerà in Asia. Sarà in Corea del Sud, a Seul. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.